Всем привет! У меня очередная посылка. Нашел коллекционера, который тоже решил продать свою коллекцию по приятной для меня цене. Какая цена? Ну, такая же, как и прошлая посылка. Кто не видел, в конце будет ссылочка. И получается уже как в том мультике про пса и волка. Жил-был пес. Шо? Опять? Опять? 4 доллара или 100 гривен. Доставка обошлась в этот раз 46. В прошлый раз, кто помнит, было 64. Ну, то есть, видите, решает упаковка. Попросил его самого упаковать, а не на новой почте. Вон, походу, коробочка у него была с новой почтой уже. Старые редкие пробочки, как написал коллекционер. В детстве, в юношестве собирал. Потом пропал интерес. Ну, и они лежали на даче у родителей. В общем, у родителей лежали где-то на чердаке. Ну, и тут он вспомнил про них, решил продать. Так. Оп, оп, оп. Я думаю, никому не интересно смотреть, как я рву кулечки. Так что переходим к обзору посылки. Как видите, пробочек очень много. Я даже удивился, потому что некоторых не было на фотографиях. То есть, я ориентировался, что я покупаю. А когда начал распаковывать, смотрю, таких не было на фотографиях. Ну, вот, например, смотрите. Сам коллекционер из Радомышля. Или Радомышля, не знаю, как правильно ставить ударение. В общем, это в Житомирской области. Ну, и вот пробочка от местного пивзавода. До того, как его купила Перша Приватна Броварня. У меня такая есть в коллекции, но она с дефектами. Вот, кстати, еще две пробочки. Вот, примерно с такими дефектами, то есть, с ржавчиной. Это пробочки тоже до того, как купила Перша Приватна Броварня. Это было пиво такое в стиле Вайс. Но мне особо не нравилось оно. Такой вкус химический был. Так, что еще интересного. Также приехали вот иностранные, смотрите. Тоже их не было на фотографиях. И таких у меня нету в коллекции. Это, по-моему. Это, в принципе, Аргус делается для сети европейских супермаркетов. Поэтому сложно сказать, чья именно. Это Голландия, Андрольф, понятно. И вот еще Бельгия. Ну, вот этот Гримберген нужно пересмотреть по цвету, по-моему. Есть или нету? Ну, и вот такие есть. То есть будут для обмена. Кому интересно, ссылочки на мои соцсети в описании. Положил на газетку, потому что некоторые в печальном состоянии. Ну, как он мне рассказывал, он поднимал в детстве все с земли. И, как я думаю, в одном экземпляре. Потому что я так же само начинал коллекционировать. Ну, допустим, поднял такую из земли. Если она в нормальном состоянии, то вложил в коллекцию. Если, допустим, вот такая вот, то была как образец. И искал ей замену. Ну, видите, он и не нашел. Кстати, вот еще приехала тоже интересная. Это Винницкий пивозавод. Как я почитал, хозяин в 2006 году понял, что пиво делать неинтересно. Продал территорию завода. И там сейчас построили жилые дома. В общем, пробочка редкая, можно сказать. Видел ее в продаже, но особо не гонялся за ней. Знал, что рано или поздно она приедет. Не проблема ее достать. Ну, конечно, хотелось бы состояние лучше. Но такая тоже подойдет для образца. Буду ей искать замену. И, кстати, вот такой еще нету. Тоже в коллекцию пойдет. Это венгерское пиво. Тоже, наверное, довольно-таки старое. И некоторые пробочки навеивают воспоминания. Вот, например, как ты с друзьями по вечерам пил пивко. Это пивозавод Подол на Подоле. В Киеве на Подоле. И сейчас он уже закрыт. В 2014 году закрылся. Потому что все знаете, какая экономическая ситуация произошла. Доллар был 8, а стал 28. Но этот завод не пережил сейчас. Стоит под снос. Довольно-таки неплохое было пиво. Вот, например, Росинка. Тоже киевский завод. Но там пиво хоть и варили экспериментально. В основном слабоалкоголки. И квас. Самый вкусный квас. Кто помнит, в советских бочках на колесах. Продавали его. Но сейчас только в бутылках продают. Потому что запретили в больших бочках. В санэпидемстанции. По правилам гигиены. Их там плохо мыли. Находили каких-то мышей. Вот Шустов, например, тоже интересная. Шустов это вообще коньячный завод из Одессы. Но кто-то им предложил. Или они сами захотели. В общем, на мощностях Черниговского завода варили свое пиво. Как и Етьман. Но недолго. Где-то в 2000-х годах потом перестали. Вот, кстати, еще такую пробочку недавно купил. Если бы знал, что приедет в этой посылке. Конечно же, не покупал. Это в Чернигове завод Ясин. Выпускает минеральные воды. Слаболку. Нет. Минеральные воды и лимонады. Они и сейчас работают. Но сейчас, как вы знаете, все перешли на пластик. И такие пробочки уже не закрывают. Поэтому тоже. Еще в тему друзей. Вот. Помню, как постоянно пили вот это вот пиво. Ну, я одну пробочку добавил в коллекцию. А все остальные просто выбрасывал. Даже не задумывался о том, что можно будет их обменять. То есть, я пил. Друзья пили за вечер. Можно было стабильно набрать 5-10 пробок. И сейчас бы они для обмена пошли бы на вра. Потому что пробочка не самая частая. И пользуется спросом у коллекционеров. Вот, кстати, еще интересные пробки. В Киеве было три завода. Оболонь, Наподоле и номер один. То есть, про Оболонь, я думаю, все знают. Слышали про Наподоле тоже более-менее. Ну, я знаю, где он находится. Проезжал мимо. Потом, когда повзрослел, пил пиво. А вот про номер один вообще ничего не слышал. Буквально узнал про него два года назад. То есть, просто он находится в таком районе. В районе автовокзала в Киеве. То есть, я там нечасто бывал. Плюс завод находится в захолустье. И в продаже это пиво вообще не видел, не слышал ничего. Ну, и пришлось покупать эти пробочки. Тоже купил их на аукционе. Если бы знал, что приедет вот это, вот это, купленное, то, конечно же, не покупал бы. Ну, например, как с вот этой. Конечно, могла бы быть и лучше. О чем это говорит? Что не всегда нужно спешить. Рано или поздно пополните свою коллекцию, если активно ищете. Вот, например, Толстяк. Это варилось на Черниевском заводе пиво. Хоть оно и русское вроде марка. Но, наверное, по лицензии. Что еще интересного? Славутищ. Вот. После прихода инвестиций, они проводили акцию совместно с Динамо Киев. Под пробочками нужно было собирать надпись Славутищ. И там выигрывать какие-то призы. А если попадалась эмблема клуба, то, наверное, я уже не помню, это было лет 20-25 назад, билеты на футбол можно было выиграть, по-моему. Ну, и также были другие акции. Вот, например, С-коллекция. Под пробочками были баллы. Собирали баллы и выигрывали там всякие пепельницы, зажигалки, рюкзачки и тому подобное. Только единички. Вот так. Что еще? Сармат. Завод из Донецка. Вот тоже какая-то акция. Спробующие. Уже не попробуем. Акция прошла. И сейчас никаких вестей из Донецка по поводу новых пробок не приходит. Все знают, какие события. Рогань. Так. Ну, и, конечно, некоторые пробочки в печальном состоянии. Как я уже говорил, он поднимал их с земли и добавлял в коллекцию школьникам, юношей. Вот такой балтики у меня нету. Такая, по-моему, есть. Ну, вроде бы нормальная, не особо поцарапанная. Возможно, сниму видео, как я их ровняю. Также вот напиток Crazy еще был в Sexy. Тоже надпись Sexy. Недолгое время они были. 220 тоже уже нету в продаже. Тоже постараюсь поравнять. Много, я уже рассказывал, много разных цветов у них было. Что для тех времен было нормально, а сейчас не часто такое бывает. Такие еще Фанты, Кока-Колы. Вот это акционные Кока-Колы. Фанты. У меня такой, по-моему, нету. Это Черника. Экспериментальный был вкус. Не пошел. Ну, недолго задержался. И остальные уже не помню. Так, что еще интересно. Вот тоже воспоминания из юности. Где-то в 2000-х годах. Черномор это пивзавод из Одессы. Ну, и пошли к ним инвестиции. Началась реклама. Начали они разливать интересное вкусное пиво. Мы с классом поехали в Одесскую область. В Затоку на экскурсию. Помню, там уже начинали пробовать это пивко. Много пили, сдавали бутылки и снова покупали. Кто помнит, у них было светлое пиво. Экстра и голд. Если светлое было в обычной советской бутылке, то экстра и голд было такое премиальное. С фольгой. Пробка в фолье. Все дела. Но, конечно, завод находился в центре Одессы. И земля дорогая. Как-то случайно этот завод загорелся. Ну, и сейчас, наверное, уже снесли его. Построили торговые центры или дома. Так, вот еще не сказал про Миргородскую. Наверное, самая старая. Это Миргородская вода. 93-й год. Уже 27 лет пробочке. Наверное, самая старая в этой коллекции. Ну, в общем, я доволен. Не часто попадаются такие посылочки. Тем более, по такой цене. Кто помнит, прошлое видео, оно будет в подсказках сейчас, тоже за 4 доллара или за 100 гривен. Но там были новые пробки, которые можно хоть сейчас выйти на улицу и поднять. А здесь, как видите, все старые плюс редкие. Ну, конечно, есть много потрепанных. Но за 4 доллара, за 100 гривен, просто отличная цена. В принципе, понятно, почему так. Ну, потому что он их всех поднял с земли. Особо ничего не покупал. И они ему как бы достались бесплатно. Я, в принципе, если бы тоже в свое время не покупал, то и у меня была вот такая приблизительная коллекция. Коллекция пропал бы интерес. Тоже, наверное, отдал бы за символическую цену. В принципе, я думаю, много моих подписчиков, которые сейчас школьники, подростки, и начинают собирать. В будущем пропадет у них интерес, потому что у меня в свое время тоже пропадал интерес, потом появлялся. Ну, такое. Понятно, что люди взрослеют, у них меняются интересы, приоритеты. Так что, если пропадет интерес и будет у вас достойная коллекция, не забывайте обо мне. Пишите и отправляйте по ссылочку. Ну, а эти пробочки для обмена, кому интересно, пишите. Предлагайте. Обменяемся. Всем спасибо. Ставим лайки, дизлайки. Комментируем, подписываемся на канал. И всем пока.